раз-раз проверка новой карты памяти 128 гигабайт асов мы поставили вместо 32 5 часов съемки заедал на мой квадра или прицепчик турбопена варит давай еще 20 злотых мы тебе турбопеной нанесем пони отмывается вот вроде бы как с турбопеной все получилось смотрите какой плеск турбопена ромчик смотрите как они пацаны аж молодцы он и тут руками драйл для руками драйл этих раму ром открыли двери даже новая тачка елки-палки после мойки привет турбопена огонь потому что я прошлый раз мылся там они за 30 минут мы ли фуру выезжаешь она короче как было таки есть 30 минут и все это я был с мужичком стоял он смотрю они уже час его драят открывает двери такой чувак вот тут не все керхером помыл двери помыл тоже грязные были это надо самому конечно мы все тоже после ремонта машина но молодцы ребятки от драйли тачаночку встретил на мойке мужичка 59 лет он это чудо воскресенье работаешь там говорю сейчас до среды короче и все съезжаю конец каденции конец работы еду в отпуск то я тоже сейчас дорабатываюсь а ему 59 лет ну так говорю а шо дальше жить за что будешь то пойду там в украине работу найду с ивана франковска буду работать 15 тысяч зарабатывать слушаем блин 60 тысяч те чтобы заработать на 4 месяца отработать там уже лучше здесь месяц отработать за 60 тысяч и три месяца сидеть где-то на озере с удочкой но это логичней ну я бы так делал он ну так тяжело там ну так говорю ты месяц напрягся получил эти 60 тысяч и у тебя три месяца отдыха ты сидишь можешь сидеть себе на озере в рыбу ловить с удочкой ничего не ну либо может где-то в охране пойти там еще подработать ну смысла вообще нету работает за 60 тысяч четыре месяца лучше месяц от бомбить и три месяца гулять по концовке четырех месяцев сумма одна люди как-то мыслят а я так мысля сегодня воскресенье едем дольчленд едем аж туда к северному морю а стенда бельгия поехали купила жена душик только что покупался нападет такой вот душ и чек но выше надо или шланг обрезать или душ выше поднимать или на корточках купаться вот такой вот на 45 повесил и купаться все целый день двадцать пять литров такой вот душец но по надо подумать или выше цеплять некуда можно обрезать шлангу так посмотрим подумаем что-нибудь или купим в прикурку душ еще есть надо попробовать тоже будет все шабаш обед боренду лавия ванилы чоколад салатик порублю такой в голландии пообедаем да взял чуть колбасы сыра еще колбаски чуть сыра чуть-чуть сыра полный холодильник на презенты на презенты вредненьку неньку всем спачного до океана пять километров ну давай поржите они ржут как человек может уже хлебушками попробовать подкинуть что эти чайки идет съемка чайки давай девы блин это что пойдет на асфальт если не словит фигня в море еще нормально так асфальт не будем кидать погнали на сегодня хватит шабаш одну выгрузку сделали ждем вторую все закрыто до утра до утра стоим до утра арселур митал антверпен атлантик хаос вот здание атлантик хаоса там я еле-еле нашел парковку запарковался пошел до нее она мне дала адрес ума и проливали симки мы отсюда еще адресного атлантик хаос антверпен ищем 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 я всегда возмущаюсь говорю неужели нельзя дать координаты погрузочных ворот там где грузят выгружают машин погрузочной площадке погрузочных ворот я сейчас приехал на офис она мне дала другой адрес я поехал и то не факт что прям там меня выгрузят сейчас опять что-то потому что она дала мне какие-то цифры непонятные 7 км от офиса ну зачастую так гоняешь гоняешь в поисках ищешь ищешь неужели сложно забить координаты в цмр сразу чтобы водитель не блукал это ж не легковушка это ж 17 метров 40 тонн гонять тут по портам по ремонтам так что неправильно ребята но мы их победим короче такой сербор фирма арселор привезет в атлантик хаос атлантик хаос офис прислал сюда тут вообще пса брик брик булик какой-то брик бублик ну короче вообще другая фирма у меня фирма арселор офис атлантик хаос окей окей гуд на 11 приходи товар везут в кению в африку короче огонь его блин такой огонь его такие мутки крутки эти порты антверпена офис один загрузчик другой в цмр ки третья едешь в четвертое ну ждем сказал на 11 гулять я еще вернулся переспросил у меня фирма арселора тут пса окей окей все окей ну товар похож в принципе ну ждем двух металюги такие швеллера просто громадные ну шо охранника же но иди теперь на офис погуляй пошел в одном окошке одно слово в другом окошке другое слово погоняли по офисам заезжаем телефон выпал с кармана разбился офигенно супер зацените швеллерочек это жесть это жесть масштабчики масштабончики пыжуют баржа заложена злые пажа грингбюлдинг линбюлдинг шляпая против шерсти пошел просто в металла сотни тонн вы жуют на африку металл ребята и машины и металл красавчики масштабы конечно впечатляющие камера не передаст ну блин вот эти швеллерки конструкции изделия весьма впечатляющих размеров баржа здоровье на фигеть все телефон ухана тупо с кармана выпал когда залазил фуру есть кабан и есть кабан все поплыло в очах все поплыло в очах уже 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 не знаю позвонит звонить сможет чем не сможет сейчас попробуем такие дела пошел годок но нормально а вот мой груз на кению короче все как и везде я так понял пока он доедет его уже 20 раз продали перепродали куча фирм куча логистик разных такие вот корыто свинячие свинячие коры тоже свиней будут кормить в кении соберут такие корыто потом сварят все в одно шутка это будет металлоконструкция с польши в антверпен с антверпена в кению такая вот загрузочка 21 тонна вот этот монстр который по 20 тонн за разберет передумал чё титон монстр а как и а и он и и и и и и и и аж трещит все по швам обалдеть 21 тонна 30 за раз может поднять зверю а вы гляньте на этот швиллер сантиметров 7 8 толщина верхней 6 столько металла я еще не видел одном месте хотя я с металлургического города кривого рога и был на заводах дробилках везде ну таких масштабов я не видал бокс и заводится дорогах пароходами паржами кораблями едут в африку и везде ну еще поездами кораблями поездами по морю по железке толщина зацените ужас о хан тверпан металлический трубы металлы пароходы фуры движуха листья металла по 5 по 10 сантиметров толщина шестяк все разбурли фольцик стеклянное здание есть фильме моника белучи снимается и этот актер ученика вицены они сидят на лавочке на фоне этого стеклянного здания металлюги металлюги анджей да андрюх игорь а ты каску одевал туда в офисе сдавал что делал каску одевал каску ну не знаю когда куда ходил ну вот туда в офисе ты ходил же ты шпанцы каску одевал не помню наверное да наверное надо каска маска ну вот возьми чтоб два раза не ходить или поздно уже ну ладно добра давай давай ну 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 бедный мой телефончик умер умер телефон намордник потерял французы приставили давай маску и все да говорю но маск лост маск потерял нет маска видишь на дверях написано маска да вижу говорю ну блин на заборе тоже написано ну и шо но по полизеет соли потрашат древесину ай блин французы эти грузил 8 палет на амазон и 24 в соседнем здании там выехать буквально два километра проехать давай пломбу да говорю мы без пломбы катаемся нет пломбу и все потому что в соседнем здании загрузка время уже смена заканчивается пошел разматывать эти трасса короче пломбировать всю фуру это жесть франсуа франсуа миттеран и телефон убитый убитый телефон прицеп запломбирован намордник потерян и едем 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 далекие края ну вот так выглядит паркинг едем по приборам ну вот так выглядит паркинг после 8 часов блин хоть переставай тут в тупике заехал на автохол говорит 20 евро да говорю не дядя дороговато уже на въезде банда остается пи 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 сейчас посмотрим все забито на кизяк я не слышу он щемится в елочку это сложно что-то неупрежная аварийка увалил ли он его? может в елку не станешь все пол уже лонтает тупой движ тупой движ все забито все забито на кизяк бред 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 полный бред бред дрезден торт здоровенный паркинг просто здоровенный все нету нету где стать все забито бред уже двенадцатый час уже пошел езды капец тупой движ парканулся смотрите какой плацик шикарный димон скинул координаты 3км от дрездена от трассы 3км там на трассе коллапс видели забито все на кизяк тут он 3км с трассы съехал плацик красота там черешня сейчас я покажу как немцы утилизируют резину ну вернее за утилизацию им надо платить они бывают вывезли под дерево положили спрятали хорошая зимняя резина на дисках 165 70 R13 сноутрак и такой картины просто в кракове я видел 4 колеса лежала но без дисков такое состояние но нормальное состояние протектор еще зиму запросто отгонять 3 колесика огонь 3 зимних колеса лежит себе под деревом бери не хочу не хочу а ну знаете что вы 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 вы